Алексей Новак, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5. В середине 90-х латвийский завод RAV собирался выпустить новую модель микроавтобуса. Стиль. Успели собрать только два образца. Сейчас машины отреставрировали и выставили в музей. На выставке побывала Марина Талапина. Этот автомобиль был сконструирован и собран на заводе RAV. По дорогам Латвии такие машины скорой помощи могли ездить уже в конце прошлого века. Но, увы, несмотря на то, что этот автомобиль выглядит даже сегодня современно, это единственный экземпляр, который, скорее всего, останется в истории. В 95-м работали над моделью скорой быстро, чтобы успеть в Москву на выставку. Несмотря на то, что экземпляр был дизайнерским образцом, он даже проехал несколько десятков километров. Когда выставка кончилась, ну, надо было освобождать помещение. А машина еще из RAV не приехала, чтобы сразу на машину загрузить. Единственное, куда его поставить, договорился в нашем посольстве. Завел, посмотрел, все вроде работает. Бензин столько было, чтобы проехать там каких-то 30 километров. Никакие проблемы, доехал нормально. В советское время RAV был всесоюзной маршруткой и всесоюзной скорой помощью. На смену старой модели должен был прийти RAV Steels. Именно на его базе была создана новая скорая. Над ним работали не только в Латвии. Кузов разрабатывали на Зиле, кресла заказывали в Финляндии, стекла на Саратовском заводе. Инженеры сами вытачивали многие детали для машины. Когда сдавали эту машину, просто неделю мы где-то работали, ну, не круглосуточно, спали часа по четыре. Причем некоторые оставались даже на заводе. Я за тот год сбросил, ну, комплекция у меня была еще, может быть, чуть худее, чем сейчас. Но я во время работы над перспективой сбросил 10 килограммов. Это сегодня все кажется просто. Тогда же ничего не было. Вот такую ткань нельзя было достать в Советском Союзе. В Риге, в частности, нельзя. Поэтому сиденья мы заказывали в Финляндии. Специально ездили, согласовывали. Ткань чуть ли не сами в одном магазине покупали, везли на завод изготовитель. Вот так все это делалось. И поэтому очень быстро. В конструкторском бюро надеялись, что модель будет внедрена в серийное производство. Не знали мы, что надо искать инвесторов. Надо своим работам других заинтересовать, а не правительство. Мы как-то думали, что чем мы лучше будем выглядеть и лучше покажем свои возможности, тем государство нам покажет материальную помощь и мы сможем все делать. Два последних созданных на РАФ экспериментальных автомобилей искали несколько лет. Музей искал, где этот автомобиль находится, жив ли он еще, не разрезан, может быть, где-то или выброшен. И узнали, что он существует, и удалось найти владельца и договорились, что можем показать обществу. Жизнь модели автомобиля лет 10-15. Если ее не модифицировать, то она, как правило, сходит с трассы. Бывшие конструкторы завода РАФ с сожалению констатируют, что для Латвии автомобилестроение пройденный этап. Марина Талапина, Михаил Рыжков, телекомпания ТВ5.